Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений. И я сегодня хочу рассказать о том, как и почему новички говорят, большинство, все практически новички говорят, что 100 баллов это очень тяжело. Но было бы неплохо, если бы я научил вас их делать за буквально 1-2 дня. Я думаю, для многих это было бы просто прекрасно. Именно поэтому мы записываем это видео, чтобы вам было просто и понятно, как мы это делаем. То есть я просто расскажу, из чего все это складывается. То есть на самом деле есть всего несколько способов, как мы, как лидеры, делают свои личные товарообороты. Первый способ – это личное потребление. То есть я вам их сейчас все перечислю. Ваша задача – просто выбрать тот, который для вас будет самый актуальный. Первый способ – это личное потребление. Ты как предприниматель, который занимается бизнесом, должен знать, что за продукт ты будешь продвигать. Потому что если продукт не нравится, то смысл продвигать его я не вижу. И для этого нужно просто попробовать качество, оценить доставку, узнать стоимость и так далее. Это как первый вариант. Ну и второе, я думаю, все предприниматели, которые занимаются своим бизнесом, они, естественно, знают, что такое экономия и покупают в своих магазинах по оптовым ценам. То же самое и у нас. Второй способ – это помимо себя перевести наличное потребление семью. Зачем? Семья – это самое близкое, что есть у каждого человека. Именно поэтому и нужно просто доходчиво объяснить, что вы выбрали модель бизнеса, что вы хотите заниматься предпринимательством, и для этого вам нужна их помощь. Ведь было бы неплохо, если бы вся семья помогала вам в этом бизнесе. Поэтому просто им скажите, что вы хотели бы, чтобы они не тратили свои деньги на конкурентов, а покупали продукт со скидкой в вашем интернет-магазине. Ведь у вас уже есть свой интернет-магазин, и я вас с этим поздравляю. Следующий момент, следующий способ, как можно организовывать личный товарооборот, это помимо личного потребления и семьи, это организовать товарооборот на личном потреблении своих друзей. Но многие люди начинают именно с этого свой бизнес. Это не совсем верно. Почему? Потому что к друзьям и знакомым нужно приходить сначала с бизнес-предложением. Бизнес-предложение – это уникальное предложение. Это лучше, чем предложить просто продукцию со скидкой. Но если кому-то не нужны деньги, кто-то не рассматривает вариант бизнеса, то в том случае человеку можно предложить каталог. То есть каталог – это второе предложение, которое вы предлагаете своим друзьям. Далее. Если вот эти перечисленные мной способы для вас сейчас не подходят, то есть следующий. Это способ называется «организовать». То есть, если семья не пользуется, то этот товарооборот нужно организовать. Зачем? Ребята, поймите, бизнес – это вещь, которая требует определенной ответственности и дисциплины. То есть мы как предприниматели будем с вами работать в том случае, если вы будете отвечать каким-то определенным требованиям. То же самое впоследствии вы будете предъявлять своим бизнес-партнерам. Так как в «Эрифлейм» нам не платят за людей, нам платят за организованный товарооборот. И этот товарооборот мы организовываем при помощи бизнес-партнеров. Мы их учим этому, как мы сами это делаем. Поэтому есть третий способ, как я это делаю. Организуйте товарооборот. Таким способом? У каждого из нас есть родственники. Родственники, друзья, знакомые, те люди, которые работают в женских коллективах. Допустим, за всю свою работу в компании я отдал каталог три раза. Первый раз я отдал его маме. Второй раз я отдал его девушке. Третий раз я отдал его своей одногруппнице знакомой после презентации. Из вот этих вот трех разов мама взяла каталог на работу. Девушка моя взяла каталог своим подругам на работу. в свое время. Подруга взяла каталог на работу. То есть, таким образом, я не своими руками организовал совет товарооборот. Этот вариант, он больше мужской. Я бы так сказал. Но ему можно научиться. Каким образом? Я думаю, мы это расскажем в следующих видеозаписях. То есть, сейчас будет такой анонс, как и что будет вообще дальше. И самый-самый последний способ, который есть вообще в Reflame, но который принимают за единственный. Это те самые продажи, которые так никто не любит, никто не умеет. Я его никому не рекомендую. Почему? Потому что я не могу человека научить, как продавать. Но продавцы, это люди, которые умеют это делать и без меня. Поэтому, если вы чувствуете себе силы, если чувствуете себе энергию и желание заработать деньги, потому что быстрые деньги, потому что продавцы зарабатывают быстрые, в принципе, неплохие деньги. И если у вас сейчас жесткая нехватка финансов, если вам даже нет денег заказать себе что-то, то я советую этот вариант рассмотреть. Потому что очень удобный продукт, который даже не нужно уметь продавать. Достаточно просто сделать одно движение, как мы показывали. Это протянуть и отдать каталог. То есть, самый крайний вариант, это вариант продаж. Поэтому, ваша задача просто выбрать для себя один из понравившихся способов. И попробовать его отточить. Именно им работать. То есть, это будет ваш способ. На моем случае, расскажу, мне очень нравится работать первыми тремя. То есть, я лично заказываю себе только в компании Reflame. Я не покупаю давно ни в каких магазинах, ни в каких-то других конкурентных компаниях. Зачем это делать, если у меня здесь все есть? У меня вместе со мной потребляет часть моей семьи. Это родители, это сестра, это брат двоюродный. То есть, с ними просто пообщались, и оказывается, они и так его где-то покупали. Плюс, помимо этих двух первых пунктов, я научился организовывать товарооборот при помощи других рук, скажем так. И, собственно, этому могу и научить. Итак, для вас информация была выдана в полной мере. Поэтому, сейчас у меня есть для вас всего две новости, ребят. Одна хорошая, другая плохая. Подродиться начнем с плохой. Плохая новость заключается в том, что вы никогда не научитесь делать лишний товарооборот, если вы не начнете учиться этому и пробовать, и действовать. И хорошая новость в том, что вы научитесь делать лишний товарооборот, если вы начнете действовать прямо сейчас. И если не получается, вы начнете пробовать либо другой способ, либо усиленнее пробовать тот, который не получается. Как есть вот одна очень старинная притча, скажем так, история. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Поэтому воспользуйтесь информацией, которую вы сейчас получили. Посмотрите ролики ребят, которые есть ниже, которые представлены на блоге. И возьмите для себя на вооружение тот метод, который вам нравится, который вам будет приносить удовольствие и который будет давать результат. И естественно, хвалитесь, рассказывайте в чате, как у вас это получается. Потому что весь бизнес, он основан на обучении. И обучайте своих людей тому, как вы это делаете. И хотелось бы напоследок сказать, что самое лучшее, пожалуй, самое простое, самое легко у всех получающееся действие в Airflame, это научиться делать личный товарооборот. Но когда ты новичок, для тебя это огромная проблема. Но было бы неплохо эту проблему превратить в что-то, в какое-то преимущество. Поэтому смелее и превращайте свои проблемы в ваши преимущества. Спасибо большое.